Добро пожаловать на изучение второго послания к Тимофею. Мы уже почти закончили. Павел написал второе послание очень близкому другу Тимофею. И написал это послание Павел из римской тюрьмы. Его ждет казнь. Он не знает, когда это произойдет, но он знает, что это произойдет. И перед своей смертью он хочет сделать следующее. Написать еще одно письмо своему близкому другу, воспитаннику Тимофею, чтобы еще раз наставить и ободрить его. На прошлом нашем занятии мы разбирали стихи, в которых записаны достаточно суровые слова, достаточно суровые предупреждения о том, что произойдет. Павел знал о тех проблемах, которые имеют место в церкви в Эфесе. Процветали лжеучения, был хаос во время богослужений. И в третьей главе он пишет, «Тимофей, в последние дни, перед возвращением Иисуса Христа, ситуация в церкви будет лишь усугубляться». Необходимо помнить об этом, и необходимо что-то делать по этому поводу. И сегодня мы возвращаемся к третьей главе второго послания. Павел настойчиво призывает Тимофея что-то предпринять, чтобы решить эти проблемы. Но позвольте мне начать с такого заявления. В нашей культуре, в английском языке, есть такая фраза. «Предупрежден» значит «вооружен». «Быть предупрежденным» означает «быть вооруженным». И по сути это означает следующее. Если вы знаете об опасности, то вы можете подготовиться. Вот, к примеру, зимой дороги скользкие у нас и у вас. И когда наша дочь Михела отправляется в школу на машине, мы говорим ей, «Михела, будь осторожней, дороги скользкие сегодня». «Пожалуйста, едь медленно, едь осторожно». И это пример, когда «предупрежден» означает «вооружен». То есть, если вы знаете, что грозит опасность, вы можете подготовиться к этому. Она не застанет вас врасплох. Поэтому это не только предупреждение, но и ободрение. И что здесь делает Павел? Он предупреждает Тимофея, чтобы Тимофей был вооружен, был готов. И на прошлом нашем занятии мы перечислили 18 или 20 характеристик, присущих людям не в мире, а внутри церкви. И вместо того, чтобы разбирать каждое слово, пытаясь понять, что оно означает, хотя это было бы достаточно интересно, мы говорили о том, что очень важно понять, с чего этот список начинается и чем заканчивается. И перед тем, как мы прочитаем стихи, которые будем сегодня разбирать, это 2 Тимофею, 3 глава, с 5 по 9 стихи, я бы хотел, чтобы мы повторили эти указатели, первый во втором стихе, а второй в четвертом стихе. И первый указатель таков, «Ибо люди будут самолюбивы, они будут эгоистами, в церкви, в церкви будут эгоисты». И далее Павел приводит различные характеристики, но все эти характеристики описывают эгоизм. Второй указатель мы находим в 4 стихе, где Павел пишет в конце стиха, «Более сластолюбивы, нежели боголюбивы». И это тоже эгоизм. Нам хочется насладиться этим, сделать это. Вместо того, чтобы любить Бога, мы заменяем любовь к Богу этим, заменяем любовью к удовольствиям. Итак, первый указатель, «любовь к себе». Второй указатель, «любовь к удовольствиям». «Более сластолюбивы, нежели боголюбивы». И все, что между ними, Тимофей, знай, что это все есть в твоей церкви. И сегодня мы повторим 5 стих, и будем разбирать вплоть до 9 стиха. И здесь Павел описывает, что происходит, когда все это входит в церковь. Разбирая второе послание, мы говорили о навигации. Мы в своей жизни и нашей церкви, мы плывем среди бушующих волн этой жизни. И порой нам нужно стремиться к чему-то, что есть благо, где море спокойное и безопасное. А порой нам нужно от чего-то уклоняться, подобно как корабль уклоняется от айсберга или уклоняется от больших камней, которые могут пробить дно корабля. На сегодняшнем занятии мы будем говорить о том, к чему следует стремиться, что нужно стремиться к истине. К истине. Мы живем во время, когда истине пытаются дать новое определение. Говорят, что никто не знает, что есть истина. И это не новый вопрос, не новый аргумент. Подобный вопрос задавался спокон веков. Но в наши дни эта проблема усилилась. Может быть, для тебя это истина, но не для меня. Или для меня это только истина частично. И Павел пытается объяснить Тимофею, как определить, что есть истина в этой жизни. Итак, давайте прочитаем стихи с 5 по 9, 3 главы 2 послания к Тимофею. 2 Тимофею, 3 глава, стихи с 5 по 9. Павел пишет, «Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Так Павел заканчивает свое предложение. Следующее предложение. «Таковых удаляйся». 6 стих. «К сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, вводимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Как Иоанни и Амврий противились Моисею, так Исии противятся истине, люди, разращенные умом, невежды в вере. Но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось». Вот эти стихи, которые мы прочитали, можно озаглавить одним словом. Вот пятый стих я бы озаглавил таким словом. «Подделка». «Подделка», которая выглядит, как будто настоящей, но на самом деле нет. Вот могу привести вам такой пример. В Америке у нас есть 100-долларовые банкноты. Вот представьте себе 100-долларовую банкноту, или в России банкноту в 1000 рублей. Вы рассматриваете ее со всех сторон, вглядываете внимательно и думаете, «Выглядит как настоящее». Но затем вы отдаете ее эксперту, который знает, на что обращать внимание. Он смотрит на нее через увеличительное стекло, смотрит на свет, и говорит вам, «Это не настоящие деньги. Это подделка. Это не настоящие. Эта бумажка не стоит тех денег, как на ней написано». И посмотрите на то, что Павел пишет в пятом стихе, «Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Это подделка. Это не настоящее. Выглядит как настоящее, внешне, но это не настоящее. Вот те из вас, кто любят ходить по магазинам, я уже говорил, что я не люблю, но мне нравится наблюдать за людьми в магазине. И вот представьте, что вы проходите мимо витрины магазина и видите манекен. Вы видите, что это нереальный человек, который одет в реальную одежду, которую продает этот магазин. Это может быть манекен женщины в красивом платье, или манекен мужчины в красивом костюме. Но манекен — это не настоящий человек. Костюм продается, я могу купить его и носить, но то, что под этим костюмом, это не настоящее. Это еще один пример, чтобы понять, что, говорит Павел, выглядит здорово, кажется, что это благочестие, но на самом деле это подделка. Но вы скажете, «Ну, какое отношение ты имеешь к церкви?» Вот такой пример. Я прихожу в церковь рано, прежде чем приезжает моя семья. Мы очень редко ездим в церковь вместе, но иногда это происходит, когда я не проповедую, или когда посещаем другую церковь. Мы выходим из дома, садимся в машину, и по дороге в церковь между нашими детьми начинается перепалка. Один что сказал на другого, другой обиделся, и между ними начинается спор. И они не перестают, и это длится всю дорогу. Я начинаю злиться. Я поворачиваюсь и говорю, «Успокойтесь!» или «Перестань обижать свою сестру!» И потом мы приезжаем в церковь, выходим из машины, подходим к двери, нас встречают и спрашивают, «Как вы?» Я говорю, «Замечательно!» Это подделка. Потому что внутри я полон возмущения. Я злюсь. Мне хочется наказать детей. Но, несмотря на это, заходя в церковь, я говорю, «Замечательно!» У нас все здорово. И Павел говорит, что в наших церквах, когда наступят последние дни, по мере приближения, возвращения Иисуса Христа, люди будут самолюбивы, будут иметь вид благочестия, но не силу благочестия. Если бы сила благочестия, сила Святого Духа проявлялась в их жизни, они бы не были лицемерами. Они бы не были подделкой. Я не хочу сказать о том, что мы будем совершенными. Павел не говорит о том, что в этой жизни возможно достичь совершенства. Нам необходимо освящение. Это процесс. Процесс уподобления Иисусу Христу, чтобы мы все менее и менее были похожи на подделку. Один автор об этом сказал так. «Истинная духовность, зыждется на правильном мышлении, сопряженном с Божьей силой, действующей в человеке и преображающей его поведение». Истинное христианство нельзя скрыть. Это не личная религия, которая не имеет влияния на общество. Позвольте кое-что повторить вновь. «Истинная духовность, зыждется на правильном мышлении, сопряженном с Божьей силой, действующей в человеке и преображающей его поведение». Я говорю в своей церкви, что, несмотря на то, что ваша вера может быть личной, но она не может не влиять на окружающих. Вот знаете, в Америке пытаются убедить нас, что религиозность, вера, это что-то, что касается лично человека, больше никого, и ни с кем делиться не надо об этом. Он не к этому призвал нас Христос. Он призвал идти и делать учеников. Он призвал учить их, призвал крестить их, призвал учить, чтобы они были послушными Христу. И Павел пишет Тимофею, «Вот это должно быть в твоей церкви, но я хочу, чтобы ты был готов, предупрежден, значит вооружен. В последние дни будет вид благочестия, но силы ее не будет». Люди не будут понимать, что означает сила Иисуса Христа, действующая в них. И он говорит достаточно конкретно, «Таковых удаляйся». Таковых удаляйся. Тимофей, если они так хотят проживать свою жизнь, то не нужно тратить сильно много времени на них. Трать время с теми, кто жаждет Бога, жаждет Иисуса Христа. Один человек произнес фразу, которая зацепила меня, которая засела у меня в разуме. Иногда мы спрашиваем себя, «А меняется ли наша жизнь?» Вот, к примеру, я был христианином почти всю свою жизнь. Но за те годы, когда я был верующим, менялась ли моя жизнь год за годом? И один пастор сказал так, «Знаете, что вы соприкоснулись с Богом, если есть перемены в вашей жизни? Знаете, что вы встретились с Богом, если есть перемены в вашей жизни? Если посмотреть на мою жизнь, на те годы, когда я был христианином?» Может быть, перемены не так заметны, если сравнивать неделю с неделей или день со днем. Но если сравнивать года, или сравнивать десятилетия, или посмотреть на прошедшие 40 лет, я сильно изменился. Бог взращивал меня, я стал более зрелым, я изменился. Бог посылал на моем пути трудности, но когда я был слаб, Он показал, что Он силен. Одна из проблем, которые встречаются в каждой культуре, что очень часто христианскую веру мы не сводим до простого решения или простой молитвы, или олицетворяем это лишь с крещением. Принятие Евангелия Иисуса Христа это не всего лишь одно решение, или просто крещение, это преображение всей жизни. Одна из трудностей, с которой мы встречаемся сейчас в Америке, состоит в том, что приходится говорить людям, «Вы стали христианами, вы заявили о своей вере в Иисуса Христа, а теперь пора переходить на следующий уровень». Необходимо учиться, вникать, общаться с другими верующими, служить, расти в вере, достигать зрелости. И мы должны задавать себе вопрос, вовлечены ли мы просто во внешнее поклонение или в то, что изменяет нас изнутри? Потому что именно в этом суть преображения, это изменение изнутри, которое проявляется снаружи. И именно насчет этого Павел предупреждает Тимофея. У них только вид благочестия, «От силы они отреклись, таковых удаляйся». Они лишь высосут из тебя соки. Ты зря потратишь время. Тебе следует быть с теми, кто посвященно служит Иисусу Христу. Он пишет в 6 стихе, «К сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины». И здесь мы подходим ко второму слову. Я бы назвал его «интриганство». Те люди, которые не основывают свою жизнь на Евангелии Иисуса Христа, которые не посвящают себя служению Господу, всем сердцем, всей душой, всей крепостью, они постоянно придумывают какие-то замыслы, плетут интриги, чтобы увлечь их в сторону с прямого пути. Вот посмотрите еще раз на этот стих. «К сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин». Причем в нашем переводе записано «слабых женщин». И люди спрашивают сегодня, что означает «слабых женщин». Неужели женщины слабые, женщины не слабые? Они начинают возмущаться и говорить, «Библия не ценит женщин», «Бог не любит женщин». И посмотрите, вот здесь об этом написано. Но погодите, каждый раз, когда вы встречаете подобную фразу, не спешите с суждениями. Задайте себе вопрос, что происходило в той культуре в то время? Павел не говорит о том, что все женщины, которые присутствуют здесь или смотрят нас по видео, слабые. Бог любит женщин. Что же имеет в виду Павел, когда называет женщин слабыми, утопающими во грехах и водимыми различными похотями? Давайте вернемся к культуре первого века. Когда Павел называет их слабыми, он не имеет в виду физическую силу. Он имеет в виду конкретную группу женщин, которые узко мыслили. В первом веке, если вы помните, женщины были необразованными. Ситуация постепенно менялась. Где-то образование для женщин было доступно, но все равно, по сравнению с мужчинами, если мужчины вот здесь вверху, то женщины внизу, что касается общественного положения, что касается образования, что касается возможностей, доходов, они были гораздо ниже. И вот приходит христианство и говорит о том, что мужчины и женщины равны в глазах Бога. Уже нет этого социального отличия. Мужчины и женщины могут вместе представать перед Богом, вместе прославлять Его на богослужении. Им позволено учиться, понимать Писание. Но при этом находились женщины, которые лишь недавно обратились в христианство и начинают прислушиваться к учению лжеучителей, смешивают это с учением Тимофея, с учением Писания и говорят, «И это хорошо, и это хорошо». И я не знаю, что выбрать. Вдобавок, они были очень уязвимы, потому что Павел пишет, что они утопают в грехах и вводимы различными похотями. Может, что-то происходило по отношению к ним. Может, они сами совершали какие-то грехи и их одолевало чувство вины. «Я недостойная женщина. Я ни для чего не гожусь. Мой муж плохо со мной обращается, и я заслуживаю этого. Я глупая. Я неудачница. И брак наш разваливается из-за меня». И вот этот груз вины наваливается на них. И приходят лжеучителя, они слушают их, какую-то надежду получают, но они не в силах сопоставить это с истинной Евангелия. И вот неожиданно они уклоняются в одну сторону. Приходит другой лжеучитель, они уклоняются в другую сторону. И у лжеучителей не всегда были чистые помыслы. Приходя в город, они искали место, где остановиться. Они искали кого-то, у кого они могли остановиться. И в римской культуре, в культуре первого века, считалось недостойным общаться с замужними женщинами. Но вот эти лжеучителя поселялись в их домах и использовали эту возможность для того, чтобы заводить с ними связь. Создавалась ужасная ситуация. И Павел пишет Тимофею, «Наблюдай и учи в церкви», потому что будут приходить учителя, которые будут плести интриги и будут находить слабейших среди вас. И эти женщины, если посмотреть на седьмой стих, они всегда учатся и не могут дойти до познания истины. Они слушают этого учителя, «О, звучит очень здорово!» Приходит другой учитель, мы и его послушаем. Приходит третий учитель, и он прекрасно говорит, «Но я не знаю, где истина». В стране, где мы живем, очень много возможностей, очень много учителей, очень много проповедников. Их можно услышать по телевизору, по радио, в интернете. Если у вас появится такое желание, вы можете слушать проповеди разных учителей 24 часа в сутки, хоть весь день. Но способны ли мы различать, кто из них на самом деле говорит истину? «Я призываю своих людей в церкви, проверяйте меня. Если я начну проповедовать что-то не из слова Божьего, то вы должны сказать, «Пастор Брюс, то, чему вы учите, не соответствует истине». Я скажу, «Хорошо, давайте обратимся к Писанию и посмотрим, где я не прав». И люди в той церкви, о которой пишет Павел, у них не было способности отличать истину от лжи». Один мой друг постоянно повторяет одну фразу, чтобы напомнить мне важную истину. Он говорит так, «Брюс, если ты всегда будешь делать то, что всегда делал, то всегда будешь получать то, что всегда получал». Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС — это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте 3W-TV-семинари.com Я не знаю, как это звучит по-русски, но на английском это звучит очень сильно. Если вы всегда будете делать одно и то же, но при этом будете думать, что у вас будут другие результаты, то на каком основании вы будете так думать? Если вы всегда будете делать то, что делали раньше, вы и получать будете то же, что получали раньше. И люди, которые прислушиваются к же учителям, они постоянно ищут какого-то нового, модного учения. Это как приходить в Баскин-Робинс, где более 30 видов мороженого, и сегодня можно съесть с клубникой, завтра можно съесть мороженое с персиком. И порой люди ищут новый вкус, новый вид. И порой так поступаем и мы сегодня, люди в церкви. Сегодня доступно так много разных учений в мире, поэтому мы должны уметь отличать истину от лжи. Сравнивать это учение со Словом Божьим. Всегда учащихся, но не моглащих достичь познания, понимания, осознания истины. Опять же возвращаюсь к этой фразе. Вы знаете, что соприкоснулись с Богом, когда есть перемены в вашей жизни. У этих женщин, которые слушали лжеучителей, не было перемен в жизни. И те из нас, кто учат, очень важно всегда учить истине. То, что в Слове. И как я уже говорил вам на предыдущем занятии, я очень переживал о том, перед приездом сюда, чтобы преподавать только истину. Уместны ли мои примеры? Правильно ли мое применение? Правильно ли я понимаю и толкую в Писании? «Господь, покажи мне, если я не прав, потому что я хочу учить Твоей истине». И я еще раз хочу повторить, что Павел здесь совсем не стремится унизить женщин. Он пишет Тимофею, «Будь осторожен, потому что в Твоей церкви есть определенная группа людей, в основном из женщин, которые не способны отличить истину от подделки». Теперь давайте посмотрим на восьмой стих. Его можно озаглавить словом «искажение». Вот что Павел пишет, «Как Иоанни и Амврий противились Моисею, так и сии противятся истине, люди, разращенные умом, невежды в вере». Ему первый вопрос, «А кто эти два человека?» В предыдущей главе он приводил имена двух человек, которые были частью церкви, но потом ушли из нее. Но а эти двое кто? И как считается, что эти двое противились Моисею, и именно об этом здесь пишет Павел. Когда Моисей был призван Богом, чтобы пойти и бросить вызов фараону и сказать, «Фараон, отпусти мой народ». И при этом Бог совершал через Моисея чудеса. Моисей брал свой жезл, бросал его на землю, и жезл превращался в змея. Но волхвы фараона сказали, «И мы можем сделать то же самое». Они бросили на землю свои жезлы, и их жезлы стали змеями. Потом Моисей делал еще что-то, они пытались повторить. И мы считаем, что эти два человека были волхвами при дворе фараона. И Павел приводит имена этих двух человек, чтобы привести их в пример тех, кто искажает, извращает истину, противится ей. Они заявляли Моисею, «Моисей, твой Бог, он не лучше нашего». Но Моисей знал, что есть лишь один Бог, и Бог проявил свою силу через Моисея. Но их цель была в том, чтобы доказать, что Бог Моисея не лучше их богов. И Павел называет их «развращенными умом» и «невеждами вере». И вот это слово, которое переведено как «невежда», использовалось в металлургии того времени. Я сам этого никогда не видел, но я читал о том, что для того, чтобы очистить металл, его нужно было разогреть до очень высокой температуры. И металл расплавляли до тех пор, пока он начинал течь. И когда металл раскалялся до такой высокой температуры, все примеси, которые находились в этом металле, они всплывали на поверхность. И когда все эти примеси оказывались на поверхности, то работники просто брали и удаляли эти примеси из металла. А потом выливали раскаленный металл в формы, и когда металл застывал, они говорили, «Это чистый металл», «Это чистое серебро», «Чистое золото». Используя это слово, Павел дает понять, что примеси все еще в них. Драгоценные монеты, которые использовались в первом веке и на протяжении многих веков после этого, делались именно таким образом, изливались в формы, штамповались, и вес монеты определял ее стоимость. Но находились хитрецы, которые думали про себя, «Если смешать с примесями, то можно из меньшего количества металла сделать монеты, и никто никогда не узнает разницы. Она-то весить будет столько же». И таковы люди, которые противятся истине. Они обманывают, они уклоняют сторону. И вы спросите, «А сегодня как это выглядит?» Есть определенная статистика по Америке, и я не знаю, насколько она совпадает с статистикой вашей страны, но в Америке задавали вопрос у людей, «Верите ли вы в Бога?» И последние исследования показали, что от 85% до 90% людей в Америке верят в Бога. Вы можете сказать, «Здорово, слава Богу!» Но означает ли это, что все они христиане? Ответ – нет. Когда потом этим же людям задавались дополнительные вопросы, чтобы выяснить, во что конкретно они верят о Боге, верят ли они в Христа, верят ли они в Библии, верят ли они в Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святого? И разные вопросы им задавались. И знаете, что обнаружилось? Если 85% заявили о том, что верят в Иисуса Христа, верят в Бога, только 15% заявили о вере, которая преображает их жизнь, образ Иисуса Христа. 85% людей верят в Бога, но только 15% понимают, что это значит иметь отношение с Иисусом Христом. И знаете, разница между 85% и 15% – 70%. Это означает, что 70% американцев, трое из четырех, думают, что в их религии нет проблем. Я спасен, я хорош. И если есть рай, то я попаду в рай, потому что я верю в Бога. И я думаю про себя, однажды эта огромная группа людей сильно удивится, когда предстанет предсудилищем Христа. Иисус скажет им, «Я никогда не знал вас». Это напоминает мне слова, сказанные Иисусом, Евангелие от Матфея, 7 главе, в стихах с 21 по 23. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда я объявлю им, «Я никогда не знал вас. Отойдите от Меня, делающий беззаконие». Вы можете представить себя среди тех, кому это будет сказано? «О, Иисус, так здорово с тобой увидеться. Жизнь закончилась, но так здорово тебя увидеть. Могу ли я войти?» Иисус ответит вам, смотря в книгу, «Я сожалею, но здесь нет вашего имени». И вы скажете, «Не-не, Джо Смит, ты же помнишь Меня, Иисус. Я даже был в церкви однажды. Я верю в Тебя, верю, что Ты реален. Ведь Я могу войти, так?» Иисус смотрит в книгу жизни и говорит, «Здесь нет Твоего имени. Джо Смит, отойди от Меня. Я никогда не знал Тебя». Можете себе представить ужас этого? Вот представьте, я учитель и проповедник. Насколько еще ужасней представить, что учитель или проповедник, или пастор церкви уводит всю церковь в сторону, не дает людям иметь отношения со Христом. Трудно себе представить ужас пастора, который не верит в Слово Божье и на протяжении многих лет уводил людей в сторону от истинного пути. И Павел называет таких развращенными умом, невеждами вере. Они не чисты. Я опять повторюсь. Вы знаете, что встретились с Богом, если есть перемены в вашей жизни. Вы скажете, «Ну, Брюс, я не вижу так много перемен в своей жизни». Но спросите тех, кто вас знает, видит ли он изменения в вас? Но если в жизни нет перемен, то нужно задать вопрос, «А принадлежу ли я семье Божьей?» Это очень важный вопрос. У нас остался еще девятый стих, и я заглавил бы его так. «Пойманные». «Пойманные в западню, в ловушку». Вот что Павел пишет. «Но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось». Иногда я задаю Богу вопрос, почему так много учителей учат лжи, а не истине? Господь, как ты можешь допускать в Америке, в Европе, в Африке, в Азии, в России, в Южной Америке, как ты можешь допускать, что столько много лжеучителей учат лжи? Но этот стих дает нам надежду. Это как если бы Бог сказал, «Брюс, не волнуйся, эти люди не преуспеют, их безумие обнаружится перед всеми. Я покажу им, что на самом деле есть истина, и что означает быть последователем Иисуса Христа. Брюс, ты можешь доверять мне, потому что я знаю все». И я говорю, «Спасибо, Господь». Этого достаточно для меня, чтобы усердно преподавать Твое Слово и преподавать его точно. Господь, я понимаю, что я не самый лучший преподаватель, но я верю, что можешь взять Своё Слово и донести его до сердец слушающих, до их умов. И ты в силах преобразить их. И позвольте мне задать вам такой вопрос, а на какое Евангелие вы уповаете? Мы уже говорили, что для Павла самое главное Евангелие, всё ради Евангелия. В какую истину вы верите? В нашей церкви есть мужчина, он и его жена и двое детей переехали к нам в церковь где-то восемь месяцев назад. До этого он посещал другую церковь, и я знаю эту церковь. И у него были определенные разногласия с учением в динаминации, которая относилась к той церкови. И они стали искать другую церковь. Я знал его. Мы встречались несколько раз. И вот однажды они пришли к нам в церковь. И когда они пришли к нам в церковь, вначале это было немножко забавно. В церкви, куда они ходили раньше, проповеди длились 12 минут. Я им сказал, «Будьте готовы, я проповедую 30-40 минут. Вам может показаться это слишком долго». Они сказали, «Хорошо, мы будем готовы». Они привыкли к более спокойному поклонению. Я их предупредил, музыка у нас другая в церкви. И вот их первое воскресенье. Я спросил, «Как вы себя чувствуете? Волнуетесь?» Они ответили, «Да, немного волнуемся». Я сказал, «Проходите вперед, знакомьтесь с людьми в нашей церкви. Кого-то они уже знали до этого. Мы спели песни. Я вышел за кафедру, проповедовал. И после служения спросил их, «Ну как?» Они сказали, «Очень здорово». Затем я спросил, «Ну моя проповедь, наверное, была длинная, она в четыре раза длиннее, чем вы привыкли слушать. Ну и что вы думаете?» И поверьте, я не напрашивался на комплимент. Я просто хотел знать их впечатление. Он сказал, «Я столько нового узнал из твоей проповеди». И они стали ходить к нам каждое воскресенье. И потом он стал посещать богословские беседы, которые я провожу с этой зимы. Я его представляю как губку. Вы представляете, что такое губка? Когда она сухая, она почти ничего не весит. Но если ее поместить в воду, и она напитается водой, то она станет намного тяжелее. Десять, пятнадцать раз тяжелее. И вот Стив, он был подобен губке. Он просто не мог насытиться. Он все впитывал и впитывал. Это можно было видеть по его лицу, по лицу его жены, по лицу его детей. Им очень нравилось. И опять же, я рассказываю не для того, чтобы восхвалить самого себя. Этот человек впервые в жизни окунулся в эту книгу. И он был голоден. И он произнес слова, которые я никогда не забуду. Брюс, я никогда не знал, сколького я не знаю. Я никогда не знал, сколького я не знаю. Ему казалось, что он знает Писание. И на самом деле он был лидером в своей церкви. Но оглядываясь назад, он признал, что на самом деле он ничего не знал. Что в этой книге, в ее словах, сила, благодаря которой меняется жизнь. И в ней истина. Она не просто содержит истину, она сама есть истина. В послании к евреям написано, что оно живо и действенно. И вы можете возрастать по мере того, как Дух Святой делает свою работу через Божье Слово, через наше вовлечение в церковь, через проповедь и учение Его Слову и общению с другими людьми. Из всех возможных средств распространения Евангелия Бог избрал вас и меня. Те из вас, которые слушают этот курс или смотрят его по видео, вам передана истина этого Слова. Делитесь этим. Используйте для роста в своей жизни. И Бог может изменить вас и изменить тех, которые вокруг вас, если вы будете жить по Евангелию Иисуса Христа. Итак, мы закончили 9 стих 3 главы, и мы продолжим после перерыва. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok